МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другие за комфорт жильцов, как на Алтай, решают вопрос с доступом кошек в подвалы жилых домов. На Алтай пришел первый снег. Предгорье региона сегодня за несколько утренних часов буквально укрыло белым одеялом. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями из Белокурихи, а также Тюменцевского и Словгородского районов. О днем снежинки заметили жители Барнаула. Синоптики отмечают, что 10 числа сентября достаточно рано для такого похолодания на Алтае. Однако, например, в Кемеровской области в этом году первый снег выпал уже 3 сентября. Причиной стал резкий перепад температуры смещения арктических холодных масс. Сегодня, как сообщили в Алтайском гидрометцентре, был самый холодный день на неделе. Завтра утром в предгорьях еще возможен мокрый снег, а в целом по краю днем воздух прогреется до 16 градусов. В выходные обещают теплую погоду, местами до 22 градусов тепла. Сегодня в Камни-на-Аби депутаты, наконец, выбрали временного главу города. Спустя почти три недели с момента отстранения от должности Федора Найдина. На внеочередной сессии депутаты проголосовали за единственную кандидатуру на этот пост заместителя по социальным вопросам Евгению Гордиенко. Второй кандидатурой называют Виктора Попова, заместителя Найдина. Но на повестке сессии его фамилии не звучало. Как объяснил сам мужчина, он пока считает себя слишком молодым чиновником для такой должности. Процедура избрания временного главы города должна была пройти сразу после отстранения бывшего главы 24 августа. Но депутаты почему-то тянули с рассмотрением вопроса, а внеочередные сессии срывали неявкой, как это случилось на прошлой неделе. Однако сейчас медлить уже нельзя. Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко назвал ситуацию в Камни-на-Аби кризисом власти. К политическим решениям местных властей пристальное внимание. Так в муниципалитете действовала правительственная комиссия. Она проверяла подготовку к отопительному сезону. Завтра в город прибывает Андрей Щукин, в Рио заместителя председателя правительства края, чтобы проконтролировать ситуацию. Замуровали кота! С таким криком к нам в редакцию обратилась жительница барнаульского поселка Южный. Ее домашнее животное потерялось. И женщина уверена, что кот стал заложником в подвале многоэтажки, так как вентиляционные дыры заделали кирпичом. Доступ животных в служебные помещения уже давно больной вопрос для всей страны. Зоозащитники выступают за возможность кошкам находиться в подвалах. Остальные ратуют за комфорт жильцов дома. Как на Алтае ищут выход из непростой ситуации, выясняла Анастасия Дороган. Вентиляционные дыры для кота Дарьи по кличке Гриша были дома. Девушка подобрала его здесь год назад, спасая от живодеров. На прогулках кот обязательно навещал прошлую обитель. И когда он не вернулся домой, Дарья кинулась сюда. Все закрыто, все замуровано свежей краской, вот этими блоками. И там, понятное дело, что и кот мой может быть, и остальные коты там тут жили. В местной управляющей компании людям почему-то отказали открыть подвал, а нам прокомментировать ситуацию. Но председатель дома заверил, кошек там не было. Ведь он отвечает за комфорт жильцов. Два года назад у нас колопы появились. Колопов море. И так рассуждают почти во всех управляющих компаниях. С одной стороны, объясняют специалисты, закрытые продухи – гарант санитарных условий. С другой – соблюдение правил. В соответствии с постановлением 170, это правило эксплуатации жилфонда, продухи в домах должны быть закрыты сеткой. Решетками, сетками, то есть от проникновения и кошек, и собак, и, естественно, от грызунов. Почему в подвале дома очень много кошек? Жители их кормят, или их управляющая компания так любит. Кровой закон запрещает содержание домашних животных в местах общего пользования. К ним относятся лестничные клетки, чердаки, подвалы. Правда, как именно запрещать доступ, полностью замуровывать продухи или устанавливать решетки в законе не прописано. Эту норму запрета на Алтае ввели в декабре прошлого года. О подвалах ровно две строчки. Все потому, что закон еще будут дорабатывать, заверяет депутат АКЗ Сергей Писарев. А пока директор Барнаульского зоопарка объясняет, под запретом содержание, то есть подкармливание, а не доступ. Живая душа есть в каждом живом организме, и поэтому было бы очень неправильно поступать в наших условиях, в сибирских условиях, так же столько с животными. А у нас наступает такая, знаете, сибирская вражда между человеком и животным миром. Я категорически против. По его словам, в крае ждут принятие федерального закона об обязательном доступе для кошек в подвалы. Это должно положить конец недопониманию защитников животных и тех, кто защищает жильцов многоэтажек. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Как преодолеть страх и открыть свой бизнес? Этому молодых людей обещают научить в рамках курсов «Ты предприниматель». С сегодняшнего дня обучение проходит в Барнаульском центре поддержки предпринимательства. Организаторы подчеркивают, что курсы реализуются в рамках специальной программы, поэтому платить за обучение не придется. В рамках программы планируют поддержать и научить основам бизнеса молодых людей в возрасте до 30 лет, которые только открывают или намерены развивать свое дело. Обещают рассказать об основных принципах ведения бизнеса, от поиска идеи до продвижения рекламы услуг или продуктов. Однако самое главное для начинающих, по словам организаторов, преодолеть свой страх. Что может не хватить знаний, каких-то навыков, что в конце концов человек может просто прогореть. Потому что мы все понимаем, мы открываем бизнес, мы начинаем платить налоги, их нужно где-то брать и так далее. Может, допустим, не повезти с нишей, которую вы выбрали, и вы встретитесь лицом к лицу с конкурентами. Но это нормально. Как избавиться от страха и обрести уверенность в себе, организаторы обещают научить в течение ближайших месяцев. Занятия продлятся до конца года. В целом, по краю, подобное обучение пройдут более 3000 человек. На аналогичных площадках в Бийске и Рубцовске. Стороны вновь не пришли на предварительное заседание. В краевом арбитражном суде в очередной раз рассматривали дело строительной компании «Селф» против регионального Минздрава. И снова без заявителя и ответчика. На этот раз стороны представили ходатайство о переносе заседания, чтобы мирно урегулировать спор. Напомним, судебная тяжба между «Селфом» и Министерством здравоохранения тянется с июня текущего года. Строительная компания требует от регионального ведомства 7 миллионов рублей по контрактам на строительство перинатального центра «Дар». Минздрав, в свою очередь, в августе выдвинул «Селфу» встречные иски, требуя возмещения убытков о взыскании неустойки в размере почти 19 миллионов рублей, а также 6 миллионов 120 тысяч по двум контрактам. По итогам сегодняшнего заседания судья назначил следующее на 19 октября, уже для рассмотрения дела по существу. В Полковниково к 83-й годовщине со дня рождения второго космонавта планеты отреставрировали дом, который принадлежал Герману Титову и его родителям. На открытие приехал внук космонавта Андрей с супругой. Теперь каждый может посетить «Ласточкино гнездо». Так в семье называли место, где прошло детство первого человека, который провел в космосе больше суток. В Полковниково побывала Ирина Корчагина. Он родился в небольшом селе и сделал 17 витков по орбите. Герман Титов навечно прославил Полковниково. Музей его имени за год посещает около 28 тысяч человек. На 83-ю годовщину со дня рождения Германа Титова на родину деда приехал внук Андрей. Почетного гостя пригласили на открытие отреставрированного дома семьи Титовых. Там у нас будет и русская печь, где мы ее сможем затопить, испечь пироги. Мы там будем гостеприимно всех встречать душистыми пирогами и чаем, как это делала Александра Михайловна. У них и у Титовых всегда были гости. 6 августа именно в этом небольшом доме родители Германа Титова узнают о том, что их сын с позывным «Орел» полетел в космос. Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, летчиком-космонавтом, майором-товарищем Титовым. Через пару минут в комнате запахнет валерьянкой, а у ворот дома уже будет стоять корреспондент всесоюзного радио. Позже полсотни журналистов. Затем подтянутся сельчане, начальство. Во дворе придется поставить дощатые столы, сколоченные в ряд стулья. У Титовых праздничный обед. Когда Титовы переехали в Москву, дом некоторое время сдавался в аренду. После сгорел и больше 20 лет стоял заброшенным. С недавнего времени он стал частью музея. На ремонт «Ласточкиного гнезда», так тут называют этот дом, понадобился миллион рублей. Здесь постарались сохранить атмосферу 50-60-х годов. Вещи, которые принадлежали семье. Обеденный стол, патифон, даже детский стульчик Германа Степановича. Андрей Титов в этом доме ни разу не был, но представлял его именно таким. Основные воспоминания – это то, что дом действительно был очень маленький. Бабушка удивлялась, как они всей такой большой семьей жили в этом доме. И, конечно же, воспоминания были, так как они были здесь зимой, о том, что было очень холодно. Вот эти две яблони в 50-х годах посадил сам Герман Степанович. Представьте себе, и дом уже горел, и Германа Титова уже нет почти как 20 лет. А яблони все еще плодоносят. Теперь каждый может стать гостем «Ласточкиного гнезда». А также посетить новую экспозицию в музее Титова, посвященную Юрию Гагарину. Из музейного фонда «Первого космонавта» привезли его личные фотографии и открытки с его изображением. Выставка будет работать до конца октября. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня столетие отмечает Государственная архивная служба России. Декрет о ее создании был принят Советом народных депутатов в 1918 году. В концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею. Участие в нем приняли около 300 работников и ветеранов архивной отрасли региона. Им вручили федеральные и краевые награды. В числе награжденных Ольга Дударева. Краевому архиву она посвятила 33 года своей жизни. Говорит, когда помогаешь людям найти необходимые документы, от которых зависит дальнейшая судьба всей семьи, понимаешь, что выбрал правильную профессию. Кстати, в Государственном краевом архиве хранятся исторические документы, начиная с 1744 года. Интересуется сейчас достаточно много. В читальном зале 45-50 человек ежедневно работают. Причем более 50% из них занимаются историей семьи. Завтра хоккейный коммунальщик начнет осеннюю серию домашних матчей. Впереди у команды Владимира Кобзева шесть встреч подряд с тремя разными соперниками. Сейчас желто-зеленые прочно застолбили за собой пятую строчку в таблице. Более подробной информацией владеет наш постоянный ведущий Станислав Сергеев. Станислав, рассказывайте. Спасибо, Татьяна. Начнем. Итак, коммунальщик завтра готов протестировать гостей из Московской области. В качестве оппонента выступят хоккеисты «Динамо Электросталь». Сейчас барнаульские девчонки, как уже сказала Татьяна, идут на пятом месте из шести возможных. Будущие соперницы на третьем. Напомню, серия состоит из двух игр. Далее, 26 и 27 сентября, также в родных стенах коммунальщик примет лидера турнира, тоже «Динамо». Правда, на этот раз приставкой «ЦОП Москомспорт». Закроют серию 3 и 4 октября матчами с волгодонской дончанкой. По итогам этих турниров, скорее всего, станет известно итоговое место коммунальщика. Девчонки, болеем за вас! Идем дальше. По-прежнему неизвестно, где будет играть матчи чемпионата команда Андрея Соловьева. Дворец зрелища спорта закрыт. Карандин арена для проведения первенства в ФХЛ еще недоступна. Зато клуб без проблем прошел заявочную кампанию. Финальной серии ждать осталось недолго. Рано или поздно развязка должна случиться. Вот теперь все. Меня зовут Станислав Сергеев. И, как сказал Брюс Ли, невозможно победить того, кто не сдается. Увидимся через неделю. Спасибо, Станислав. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае немного потеплеет, но вероятность дождей будет высока. 12 выше ноля в Валейске, Камнино-Аби и Рубцовске. 13 в Бийске и Белокурихе. В Кулунде 14 со знаком «плюс». В Барнауле возможен дождь. Ветер юго-западный порывистый. В ночное время до 4 тепла, днем до 11. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи.